Дорогой наш Владыка, когда вы приезжаете к нам, у нас всегда праздник, особый праздник. И в этой особой празднике, конечно, нам очень нужна ваша молитва, ваше отношение к нашему монастырю, горение. Это очень важно, чтобы жизнь строилась не на подозрении, а не так точно. Мы думаем, что это не важно, что это другая, в чем-то отличается. Это нам доверие. Вот это доверие, мы нашим монастырю, мы все здесь собрались, мы поблагодарим, что нас красиво. Мы действительно красиво, которые мы добились, очень много. Потому что у нас сегодня много дел. И нам не надо сказать, что лучше что-то, сделаем, что-то построим. Мы еще начали, как папа и ежедневная, когда душа его уходила в действие, он еще не начал правиться. Так, наверное, они тоже еще не начали, еще все делали так, как нужно. Но мы хотим справляться и учиться, учиться, учиться. Все время учиться, пока и ежедневная, учиться жить с Богом, учиться любить приема, учиться служить приема. В этом смысл этого монастыря, если этого не будет, то голые целины, это самое красивое, они не спасают, они не греют. У них нет жизни. Жизнь есть только здесь. Вот вы обратили внимание, вот были дети, сына, вот вы за последнее время что-то вот эти запретили перелечать. Мы стоим где-то, чего не хватает, где детей не хватает, где они очень любят Бога. Ведь здесь столько людей, которых очень любят Бога, которые не нужны ни кому, ни Бога. Это наш золотой капитал, действительно. Это нас, это то, как отец Бульянов сказал, доктор Юрий Николаевич, что проехать не моменты больных, вы спасете. Поэтому очень радостно в этот день, чтобы мы были с вами, заслужили вам. И хочется, чтобы вы как можно чаще посещали нашу Москву. Чтобы у вас была СИР, Господь вам дает эти силы, газ, силы, служить Богу. Единому Богу. И не смотреть кто там, что там, вот если бьет туда. Если человек с Богом, ему не страшно ничего, вот хочется, чтобы вот это вержновение, чтобы эта сила Божия была всегда в вас. Чтобы мы видели в вас, предстоятельный, который шел вперед и вел с собой нашу белорусскую пасху. А знак, признательный знак нашей любви, вот, Рождественская рекоменда. Замечательно. Средечно благодарю вас, дорогой отец Андрей, за ваши приветствия, за ваши замечательные слова и за этот образ святого Христова. Ну и, вы знаете, вы немножко меня затронули, призвали меня монастырями, насельникам и труженикам жить без доверия. А с доверием, хочу сказать, что да, действительно, ну вот, наверное, шесть лет тому назад, когда я приехал в Минск, когда я много слышал разного, а в Елисаветинском монастыре, к сожалению, слышал очень много негативного. Пока я не посетил вас, эту обитель, дома, как она, на Лысой горе, пока я не увидел, что совершает монастырь, то после моего первого посещения больше я уже не слышал никаких слов, которые оговаривали бы эту святую обитель. Я всем говорил, если у вас есть какие-то недоумения, приезжайте посмотреть, прийди и увидишь, что совершает эта святая обитель. И тогда уже придет язык гордания, тогда уже никто не сможет ничего сказать. Хотя все равно мир продолжает лежать в мозле, несмотря на то, что пришел на землю Спаситель мира. И как сегодня отец Андрей в своем слове сказал, мир изменился, мир стал другим. Отец Андрей, хочется вам возразить и сказать, к сожалению, мир не изменился. И этому есть основания. Если бы мир изменился после проповеди Иоанна Христителя и после проповеди Христа Спасителя, Христа Спасителя не распяли бы. А мир, каким был грешным, таким и остается. И будет оставаться до скончания века. Но вот вопрос, а почему? Почему он останется во грехах? Ответ очень простой. Потому что Иисуса не приняли как Христа, как Мессию, как Спасителя мира, как Сына Божьего. Его не приняли. И с самых первых дней своей жизни Иисус Христос претерпевал уже гонения. И вот в дни Рождества Христова и в эти святые дни мы слышим неоднократно повествование евангелистов о том, как только родился младенец. А уже спустя несколько дней ангел явился Иосифу, как память которого мы сегодня празднуем. И обратите внимание, как он, обращаясь к Иосифу, сказал, возьми дитя и матерь его, не жену, да, вот обращайте внимание, а Иисус дитя и матерь его, и иди в Египет. Потому что есть желающие, которые хотят угубить душу младенца. И он, ни что же сумняся, ночью встал вместе с Девой Марией, с младенцем и пошел в Египет. Тот трудный был путь. А потом, как свидетельствует евангелист, прошло какое-то время, и ангел Божий явился Иосифу и сказал, «Ну, а вот теперь встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю свою». Ибо тот, который хотел убить его, вот его уже нету ногу. И вся последующая жизнь Иисуса Христа, она была наполнена гонениями, притеснениями. И до сегодняшнего дня очень многие люди говорят, «Ну, вот ангелы воспевали славу обычную Богу и на земле мира». Мира-то нету. Насилие продолжается. Насилие, смерть продолжается. Разбой продолжается. И у людей, у многих, особенно далеких от церкви, возникают такие вопросы. А в чем дело? Ну, почему, если действительно ангелы воспелись, пришествием в мир Христа Спасителя должно было восстановиться? Остановиться это преступление? Нет, оно продолжается. И где же мир? Где же благоволение Божие? Я думаю, что пройдет еще немного времени, и мы с вами, Богу содействующим, будем вступать еще и в Великий пост, а потом, и в миссии, и в миссии, и в миссии, мы еще поразмышляем о том, что претерпел Христос Спаситель и ради нас, и ради нашего спасения. И вот в Иерусалиме как раз совершалось вот такое величайшее в истории всего человечества возможность жителей Земли избрать жизнь. Но, к сожалению, люди не избрали жизнь. Помните, когда Бронти Билат вывел Иисуса, говорит, кого хотите, чтобы я вам отпустил? Иисуса или кого-то еще? А тогда была традиция такая. Ежегодно отпускали одного из пузников, который находился в темнице. И вот был хороший повод отпустить Иисуса, потому что его жена сообщила ему через посредников, «Отпусти его, потому что я очень много сегодня ночью пострадала из-за того, что вот праведник сидит у тебя в темнице». Поэтому Конти вывел Иисуса и говорит, «Хотите, я вам его отпущу?» А что люди им сказали? «Нет! Отпусти нам барабу!» А что делать с Иисусом? Они говорят, «Распни его!» Вот понимаете, вот это был действительно вот такой пик в истории всего человечества. Можно было избрать жизнь, ведь все же помнят Иисуса, совсем недавно еще с Ним общались, многие получали исцеление, многие питались, голодные хлебом питались, рыбы, которые Он преломлял, слушали Его слова евангельские, благою весть Его слушали. Но, казалось бы, надо было сейчас сказать, «Отпусти нам Иисуса!» «Нет!» А люди, что сказали? «Отпусти нам барабу!» А Иисуса предали распятие. Сами люди, к сожалению, избрали насилие. А сегодня очень многие говорят, «А где же Бог?» «Почему Он не может сегодня установить войну в Ливарне, войну в Сирии и так далее?» Почему вдруг до сегодняшнего дня совершается беззаконие и насилие? Ответ ведь на праведности. Люди, вы сами избрали. Вы сами избрали разборника. Вот и живите. То, что сегодня не изменился мир, к сожалению, это факт. А что же тогда принесло Рождество Христово людям? Что Христос принес на землю? А Он принес самое важное. Он, обратите внимание, ведь не родился в каких-то царских чертогах, в глубокой пещере, о которой, ну, знали только поступки, больше никто не знал. А почему вот Господь так определил, чтобы Сын Божий родился вдруг в какой-то пещере безбесной, а не в царских чертогах? Да потому что, если бы Он родился в царских чертогах, тогда был бы какой-то царский указ о том, что необходимо повиноваться этому владельцу, необходимо исполнять его волю, и тогда было бы царское повеление. Другими словами, было бы очередное насилие над человеком и человечеством, а Богу этого не надо. Господь ожидает людей, кто добровольно последует за Ним. Он ожидает только сердца сокрушенные и смиренные, которые готовы будут принять. А с чем это связано? Зачем нам нужен Спаситель? И кому Он нужен, Спаситель? Ведь мы все понимаем, взрослые люди, понимаем, что Спаситель нужен погибающему, правда? Тому, кто погибает, кто тонет, кто погибает в каких-то обстоятельствах. Вот тем нужен Спаситель. И задача Церкви – показать людям состояние души каждого человека, чтобы каждый понял, кто я есть на самом деле, сопоставить свой внутренний мир с тем, кто есть жизнь вечная, со Спасителем мира. Если я только сопоставлю себя с Богом, с Сыном Богом, о-о-о, тут не только наискует надо бежать, тут надо бежать без охлядки, исключать горы, покройте нас, и ко мне покройте нас. У нас такая преграда у каждого между мною и Богом. И эта преграда, эта грех, это моя страстная плотская жизнь. Но Церковь настолько чудолюбивая Мать, что вот она с пришествием Сына Божьего дала людям и дает людям возможность преодолевать эту преграду, преграду грехов, преграду страстей, через таинство покаяния очищаться от всякой скверной нечистоты, а в наших святых таинствах получать божественную благодать и силу благодатную в борьбе с этими со страстями, с грехами нашими, а в таинстве и в Харисии, которую мы с вами сегодня и здесь сейчас совершили, причаститься к самого тела и Бога Христова. Ведь мы с вами, кто сегодня причастились, мы приняли в себя самого Христа Спасителя. И повод поразмышлять. Вот как я, приняв в себя Христа Спасителя, буду дальше жить? Пока мы все стоим в храме, вроде все ничего, да? Вот только стоит мне выйти на улицу, я уже своими глазами уже что-то увижу, уже кого-то увижу, кого-то осужу, кому-то скажу что-то недоброе, если коснется с меня. Это я вот сейчас пока такой добрый, потому что меня сейчас никто не касается. Вот меня затронут, я сразу такой, как чирик какой-то, у меня все сразу всколыхнется. Ну и где же тогда Христос? Вот наша задача с вами, дорогие братья и сестры, приняв в самих себя Христа Спасителя, сохранить вот то состояние, которое есть Христос, в котором пребывает Святой Дух. Вот если мы действительно приняли Христа Спасителя, то у нас исходить должно только доброе, вечное, святое. И я иногда, знаете, вот размышляя со своими близкими, кто меня спрашивает, ну вот, а как вот сейчас мне, вот поскольку я действительно христианин, и я действительно поднял в себе целый кровь Христовой, вот во мне ведь сейчас пребывает Христос, да? И как мне жить, и я советую иногда, я говорю, знаете, я сам иногда вот так пытался, еще был, быв молодым совсем, и до сегодняшнего дня я сам это испытываю, сам в себе это воспитываю, всем говорю, вот если вы хотите быть христианином, то в любом случае всегда рассуждайте, а как бы поступил на моем месте Христос? интересное, правда? Я вот, знаете, с детишками беседую, я говорю, вот представьте себе, что вот вы сегодня идете по улице, и вдруг вы увидели бы места Спасителя, идущего по улице, ваше отношение к нему, ну и дети, они все чистые детства, правда? Вы все говорите, ой, мы бы к нему подбежали, взяли бы там словение, кто-то говорит, вы бы пригласили бы его свердом, ой, мы бы его угостили, мы бы его накормили, мы бы его напоили, я говорю, вот правильно рассуждаются малыши, вот так мы должны относиться друг к другу, правда? Ну вот никто бы, наверное, его не сказал скверного слова, правда? Нет, ну что бы, ну никто бы, наверное, его не обидел, Христос Спасителя, я говорю, нет, конечно, я говорю, ну вы знаете, в каждом человеке есть образ Божий, мы просто его не замечаем, мы думаем, что это вот идет Иван, Дарья, Мария, Акелина и так далее, они, это только вот люди, которые, ах, 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 и дмит, Мария, Дарья, и Акелине, в них ведь образ Христа, вот если мы, но если мы не сможем принять их в свой дом, если мы не сможем принять и угостить там, или накормить, напоить, ну не говорите недолго о людях, ну не желайте никому славы, и мы уже будем на правильном спасительном пути, ведь почему до сих пор продолжается зло и насилие в мире всем, да потому что люди не приняли Иисуса как Христа, как Веселия, как Сына Божия, эгоизм, самолюбие, оно процветает в сознании, к сожалению, множества людей, а если бы люди приняли Христа, то изменился бы тогда мир, но что очень важно, что с пришествием в мир Христа Спасителя, Господь открыл людям путь ко спасению, в Царство Божие, и всякий, кто поверит, что Иисус есть Христос, что Он Сын Божий, Сын Благословенного, что Он Спаситель мира, и если Он последует в Его пути, если Он будет исполнять Его заповеди, то Он и здесь на земле проживет достойную жизнь, да еще и исподобится войти в Его Небесное Царство. Примеры для этого или в подтверждение этого множество. И вот память, которую мы сегодня празднуем святых, ну, во-первых, святой Царь и пророк Давид, из рода которого произошла Пресвятая Богородица, жил задолго до Рождества Христова, но Он искренне поверил, что наступит время, когда придет Спаситель мира, и Он все свое внутреннее состояние переложил в стихи, которые мы сегодня минуем в Солмы. И Он прославлял Бога. А за свое чистое стремление познать Бога, то есть, кто-то Ему дал дар пророчества. И Он пророчествовал о том, что на сути времена, когда действительно семя Девы сотрет лову змея врага рода человеческого дьявола, а праведный Иосиф Поручник тоже благочестивый, праведный человек, которому доверили Деву Марию. Тогда была такая традиция для тех Дев, которые посвящали себя Богу, их отдавали под такое внимание умудренных людей, благочестивых. И вот Иосифу, человеку благочестивому, верили Деву Марию, чтобы он сохранял ее Девство и охранял ее от всех мискот человеческих. И он в полоте исполнил это обетование и исполнил свое послушание. Мы сегодня празднуем память святого Иакова, брата Господнего, брата по плоти Иисуса Христа, поскольку Иаков это был сын Иосифа от первой супруги его, от жены. Поэтому Иосиф был отцом Иакова, брата Господнего. А Христос Спаситель после своего воскресения своему брату Иакову благословил быть первым епископом Иерусалимских. Ну и вот сегодня вот как бы, знаете, такая благочестивая память семейства святого. Ну и рассуждая о том, что действительно были люди святые и как это достичь, чтобы в наших семьях правда было очень много проблем в семье. То муж не слушает или пьет или ведет не совсем благочестивый образ жизни, то с женой бывают проблемы, то с детьми бывают проблемы. Но вот сегодня, наверное, нынешний праздник можно назвать семейным таким праздником, примером для подражания, каким должна быть благочестивая семья. Как сказал отец Андрей, не должно быть подозрения ни в семье физической, ни в семье церковной, не должно быть подозрения. Только если будет подозрение какой-то, то не будет нормального отношения ни мужа к жене, ни жены к мужу, ни детей к родителям, ни родителей к детям. Точно так же и в церкви. Не должно быть никакого подозрения, должна быть доверенность, доверие должно быть. И поэтому я вот сегодня хочу ответить отцу Андрею и сказать, что да, много было наветов, я уже говорил об этом, много было наветов на Святые Советинские Монастыри. Но когда я все это увидел, что здесь происходит и совершается, у меня сегодня никаких сомнений нет. Вы стоите на правильном спасительном пути и продолжается то дело, которое вы совершаете. И в семье должно быть доверие. Не будет доверия, значит будет, как говорят, искрить между супругами, между детьми, но должно быть действительно доверие. А оно строится, конечно, на любви. Какие бы законы мы ни принимали, а законы никогда не смогут выполнить свое предназначение, которое выполняет любовь. Но, к сожалению, любовь обладевает. Вот как только любовь обладевает, тогда нужно будет принимать какие-то другие меры, которые могли бы как-то сплотить семью, или объединить какое-то общество, только лишь по мере вызвания любви, охладения любви. Вот мне сегодня хочется пожелать, чтобы святое семейство было для нас ярким примером. Помните слова Христа Спасителя, когда Он проповедовал Зуба или Батую Весть, вдруг услышал, к Нему пришли и сказали, вот там Мать Твоя и Матерь Твоя и они братья хотят с Тобой общаться. И Он находясь вот в таком состоянии проповеди говорит, а кто Моя Мать, кто Брат и Сестра Моя? все, кто верит в Меня, кто исполняет заповеди Мои, кто слушает Меня и Слова Мои, и исполняет их тот Мой Брат, и Сестра, и Мать. И вот сегодня мне хочется, напоминая эти слова, всех призвать не только слышать Слово Божие, но и исполнять Слова Божие. Вот тогда мы будем усыновлены и удочерены самому Христу Спасителю Богу нашему. Вот такие размышления у меня сегодня возникли и есть необходимость, я ими с вами поделился и хочется пожелать, чтобы мы с вами в эти святые дни, а они уже, к сожалению, заканчиваются завтра уже отдавние, но я думаю, что вот эти дни святые после Рождества Христова до завтрашнего дня до отдания праздника Рождества Христова и до объявления тоже тоже объявления. Хочется, чтобы мы все с вами слушали Слово Божие, читали, размышляли и принимали их для своего руководства, для своей жизни, потому что Христос Спаситель своим учением, своим пришествием на землю открыл нам путь в Царство Божие. Вот кто поверит в Него, кто последует Ему, тот может пройти в Царство Божие. Хочется пожелать, чтобы мы, но мы все поверили, правда, мы все пожелали, хочется пожелать, чтобы Господь укреплял нас вверх, помогал нам идти по этому Спасительному пути, Его, Невесное Царство, Аминь. 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 Знаете, наверное, я уже всех утомил, но мне еще хочется столько сказать, но думаю, нет, надо, надо знать меру, тормозить надо. Дорогие братья и сестры, я всех вас сердечно благодарю за Ваше Святой Молитие. Еще, еще раз хочу сердечно поблагодарить Отца Андрея, Машу, Игуменю, и всех сестер Святой Обители, которые трудятся во славу Божию. У всех вас, дорогие братья и сестры, хочу поздравить с праздником Рождества Христова и пожелаю всем обильной благодати Божией на каждом своем жизненном пути. Аминь. А всех участников я поздравляю с принятием Святого Христова в Тае, желаю, чтобы они послужили каждому из нас во здравии тела и во спасение души. С праздником всех вас! Может, они калятки споют? Конечно. Калятки спойте. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже.